Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Смотрите сегодня. Дан старт новому проекту Ассамблеи народа Казахстана. Народная экспедиция «Дорога первого президента». Он состоялся на родине Ельбаса в селе Ушконыр Карасайского района Алматинской области. Такая грандиозная акция приурочена 25-летию образования Ассамблеи народа Казахстана. Кульнац Мустафа продолжит тему. Ровно 25 лет назад был создан консультативно-совещательный орган при президенте страны. Его задачей определена помощь в разработке национальной политики республики. Инициатором создания Ассамблеи народа Казахстана стал Нурсултан Назарбаев. За четверть века данная структура стала ключевым элементом, созданной государством модели межэтнического согласия, мощным стабилизирующим фактором в обществе. Именно поэтому общенациональный проект будет совпадать с главными вехами жизненного пути Ельбасы. Как отметил Аким Алматинской области Аманда Кбаталов, первое направление проекта будет посвящено малой родине первого президента. Как говорится, где прошло детство, там и начинается любовь, отметил он. Это все именно путь лидера нации, первого президента нашего, Рустанавча. И вот эта экспедиция, вот это основная его тема. Вот через тех свидетелей, людей, которые это видели, передать и рассказать всем, довести, что именно как было, как все это происходило и как сейчас мы живем. Я считаю, что мы живем очень хорошо. Можно с уверенностью сказать, что благодаря Ассамблее удалось избежать политизации межэтнических отношений, направить имеющийся на то время конфликтный потенциал в конструктивное русло. И это позволило улучшить экономику страны. К примеру, сегодня бюджет только Алматинской области достиг рекордных показателей – 500 миллиардов тенге. Столько же привлечено инвестиции в край ЖТСУ. Создано порядка 48 тысяч новых рабочих мест. Курс Ильбасы, как оказалось, был правильным, говорили выступившие на открытии юбилейного года Ассамблеи. Каждый связывал свою судьбу с судьбой Нуршултана Назарбаева. Я особо волнуюсь, когда говорю о первом президенте страны. Вспоминая детство, юность, проведенную вместе с Назарбаевым, я хочу отметить его заслуги. Несмотря на молодой возраст, он уже тогда был лидером, указывал нам правильный путь, старался воспитать в нас хороших людей. Это я сейчас с удивлением вспоминаю. Ведь он с малых лет знал, что хорошо и что плохо. Каких-то ребяческих, неправильных поступках мы за ним даже не замечали. Он для нас до сих пор пример. Разноторонние знания, народная мудрость, человечность, сильная харизма – это только часть черт характера, присущие нашему первому президенту. Поистине большое, доброе человеческое сердце у нашего первого президента, в котором без преувеличения есть место для каждого казахстанца. И народ Казахстана напишет уникальную книгу, в которой сотни тысяч простых людей для будущих поколений расскажет свою судьбоносную историю о встрече с первым президентом. И сегодня ассамблея продолжает содействовать укреплению нового казахстанского патриотизма, национально-государственной идентичности и национального единства. В ЖТСУ в мире и согласии проживают более ста национальностей и народностей. Действует порядка 70 этнокультурных центров. Ими в подготовке нового современного казахстанца ведется активная работа. А молодежь, в свою очередь, готова работать в реализации проекта АНК, который направлен на раскрытие выдающихся заслуг Ельбасы в основании и построении независимого Казахстана. Наш Ельбасы, наш первый президент республики Казахстан, Абитич Назабаев, дал все для молодежи, чтобы мы работали, трудились. В данный день у нас есть все возможности для этого. Я, как молодой человек нашей республики, всех призываю во благо нашего государства работать. Каждому молодому поколению нужно равняться на старших, продолжать это дело. И сегодня нужны именно такие успешные истории, успешные истории лидеров, как нашего лидера нации. Я думаю, что важность Ассамблеи как раз таки с каждым годом, уже на протяжении 30 лет, наш народ живет в мире, в согласии. Старт проекта открывает новый цикл для широкой популяризации политики мира и единства народа. Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жан-Сеид Тимебаев, символами народной экспедиции «Дорогой первого президента» станут дневник и флаг, которые войдут в собранные материалы и отчеты о работе. 6 июля текущего года они будут презентованы и эльбасы. В рамках мероприятия было организовано посещение историко-культурных центров Атамикен, Анахахурмет и Батарбабалар. Гульназ Мустафа, Жаслан Шенгенжинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Карасайский район. Рассказал о планах на текущий год и об итогах 2019-го Аким Уйгурского района Шухрат Нур-Ахунов. Во всех сферах наблюдается значительный рост. А что ждет приграничный регион в этом году, смотрите далее. Подача газа для жителей Уйгурского района – долгожданное событие. Все эти годы им приходилось испытывать трудности в отопительный период. Теперь заготавливать дрова и топить печи больше не нужно. С июля прошлого года по сегодняшний день в селе Чунжа к природному газу подключились более 350 абонентов. Моя семья была очень рада тому, что к нам в село пришел газ. Мои соседи тоже сейчас подключаются. Газ – это и удобно, и выгодно. Спасибо большое нашему руководству за такие возможности. Не менее грандиозны планы у руководства Уйгурского района в текущем году. Планируется реализация ряда крупных проектов. В их числе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, новой птицфабрики и сразу трех тепличных комплексов. В общей сложности планируется привлечь 15 миллиардов тенге частных инвестиций. Активно развивается в районе сфера туризма. Сейчас в регионе функционируют более 50 зон отдыха, которые в прошлом году приняли около 75 тысяч отдыхающих. Большая часть средств, поступивших в казну района – доля предпринимателей. В прошлом году открыто 16 новых объектов малого и среднего бизнеса, за счет чего созданы 43 постоянных рабочих мест. В этом году будем увеличивать показатели и постараемся трудоустроить больше граждан. Сельское хозяйство – еще одна сфера, получающая колоссальную поддержку со стороны руководства области. В прошлом году в Уйгурском районе произведено продукции на 35 миллиардов тенге. В ближайшие годы в регионе планируется сдать в эксплуатацию две птицфабрики – компании «Отан Гринфуд» и «Примакуз». Большое внимание в последние годы в районе уделяется садоводству. В прошлом году в нашем районе Российская Федерация была отправлена от района где-то 2500 тонн абрикоса, а в северной области нашей республики около 2000 продукции абрикоса. В будущем мы планируем площади абрикоса сада увеличить до 2000 гектаров. В моем хозяйстве есть питомник, там элитное хозяйство. Ежегодно мы выпускаем более 300 тысяч саженцев. В 2020 году мы собираемся тем семьям района, у которых многодетные или там многодетным семьям, выдавать саженцы абрикоса и научить их, как надо выращивать, и в дальнейшем, чтобы их свой бизнес был. На отчетной встрече порядка 10 человек задали главе Уйгурского района различные вопросы, касающиеся различных сфер деятельности. Так, например, жители села Чунжа обеспокоены состоянием арычной системы районного центра. Как сетуют сельчане, в прошлом году сильный склон в исток дождевых вод потопил десятки дворов аула. Жители просят Акима района обратить на это внимание и взять ситуацию под свой личный контроль. Та система, которая дренажная, положена, она с годами забивается. И самое интересное, через эти трубы забиваются именно корнями этих деревьев, которые там растут. Поэтому там проблема не только в том, как его почистить. Надо будет через каждое время его менять, эта система. Поэтому вопрос правильный, мы должны на это реагировать. Мы этот вопрос будем решать. Адресовали свои чаяния местные жители и заместителю Акима области, принимавшего отчет у главы Угурского района. Многие из граждан интересовались вопросами адресно-социальной помощи, ирригационных сетей и ЖКХ. Жена Стуяков подробно остановился на каждом и разъяснил по пунктам каждый из адресованных вопросов граждан. Азаджу Маханов, Габит Кабдрахман, телекомпания ЖТСУ из Уйгурского района. Более 6 миллиардов тенге составил объем инвестиций в основной капитал города Текили в 2019 году. Из них почти 80% составили внебюджетные вложения. Судя по отчету Акима Муногорода, Бахтяра Унирбаева, все планы на прошлый год удалось претворить в жизнь. Реализация поручений главы государства, а также государственных и региональных программ позволила обеспечить положительную динамику по всем показателям социально-экономического развития города. Конкретными цифрами, характеризующими процветание Муногорода, начал свой доклад перед населением Аким города Текили. В государственный бюджет поступило 2 миллиарда 436 миллионов тенге. Прогноз выполнен на 103%. В том числе местный бюджет 1 миллиард 101 миллион тенге. В 2019 году объем производства промышленной продукции составил 23,1 миллиарда тенге. Докладываясь о достижениях в структуре экономического роста, градоначальник остановился на его основных направлениях. Объем инвестиций в основном капитал составил 6,2 миллиарда тенге. Из них 79%, почти 80% составляет внебюджетные инвестиции. Это 4,9 миллиарда тенге. Малый и средний бизнес является основной, важной составляющей части экономики города. По состоянию на 1 января в городе действующих субъектов малого, частного и среднего бизнеса составляет 1500 единиц. Поступление платежей в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса составляет 1,4 миллиарда тенге. Не обошлась встреча и без обратной связи с населением. Жители города волновали, как обычно, насущные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, экологии и другое. Один Аксакал обратился с просьбой о выделении земельного участка. Однако не для себя, а для усопших. Кладбище, которое находится в верхней части города, с каждым годом переполняется. Ещё несколько могилок, и там уже места не останется. Как-нибудь расширить бы его, и было бы неплохо общими усилиями озеленить его. Данный вопрос совсем не озадачил градоначальника, так как эту проблему он и не упускал из виду. 70 миллионов тенге мы просили в этом году в области на эти цели. Однако нам не одобрили заявку. Когда будет пересмотр бюджета, мы ещё раз будем просить. Я знаю, что у нас одно общее кладбище для мусульман и христиан. Всё это нужно привести в порядок. Решение задач по развитию ЖКХ является важным элементом, определяющим условия жизни населения. В рамках программы развития региона в данном направлении были реализованы такие проекты, как реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона «Металлург» на сумму около 500 миллионов тенге и реконструкция системы канализации на сумму свыше 650 миллионов тенге общей протяжённостью около 30 километров. Горожане довольны не только проделанной работой своего руководителя. Как они считают, он пример для многих своих коллег. Как он взял в руки мешок и ходил от щала рыки, я видел собственными глазами. И каждый раз на субботниках он работает вместе с народом. В наше время редко увидишь такое. Пусть он станет примером всем Акимом. Принявший участие на отчётной встрече секретарь областного маслехата Султан Юсинбинов и уполномоченный по этике аппарата Акима Алматинской области Галяскар Сарыбаев по завершению мероприятия провели личный приём и ответили на все вопросы граждан. Айнур Мирханова, Евгения Присяжная, Мадиб Айбусынов, телеканал ЖИЦУ из города Текели. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Путь домой. С начала года на получение статуса Уралмана в Алматинской области подали заявку более полутора тысяч человек. Новый тариф. В Алматинской области подорожало электричество. Вечер памяти Мукагали Макатаева. В честь известного поэта-классика на его малой родине состоялся ежегодный музыкальный конкурс. Со скоростью света в Алматинской области вновь подорожало электричество. С начала года тариф вырос на 4,6%. С учётом НДС за 1 кВт света життасусцы сейчас платят 15 тенге. Такую информацию озвучили сотрудники департамента по регулированию естественных монополий в Алматинской области во время брифинга на диалоговой площадке ЖТСУ Медиа. Повышение цены связано с увеличением предельных тарифов энергопередающих организаций. Компании-производители увеличили тариф на 15%. Однако усилиями ответственных органов удалось минимизировать до 4 для населения. Добавим, с начала года по поручению главы государства утверждена дорожная карта. Она призвана обеспечить прозрачность тарифообразования и усилить борьбу с завышением цен. Субъект из монополя, ТОЖИЦУ Медиа, он утвердил свой тариф на 2020 год. В случае, если мы каких-то там затраты по неисполнению это установим, то есть это, возможно, опять приведёт к снижению тарифа. Но увеличения никак это не будет. Только за один месяц с текущего года на получение статуса Оралмана в Алматинской области подали заявку более полутора тысяч человек. Даже отсутствие региональной квоты для них не стало преградой для возвращения на историческую родину. По каким критериям распределяется квота и насколько она важна, для репатриантов узнавала Айнур Мирханова. Фото приёма этнических казахов определяется на каждый календарный год. В этом году поддержку от государства, согласно постановлению правительства, получат 1378 человек, что на треть меньше, чем в прошлом году. Как утверждают специалисты профильного ведомства, на её распределение влияют такие факторы, как изменение количества населения, экономические и финансовые показатели страны. На 2020 год в Алматинской области не распределена региональная квота Оралмана, так как Алматинская область является очень трудоизбыточной областью. Квота распределена по пяти областям нашей республики. Это в северные регионы, где есть в потребных скадрах дефицит в рабочей селе. Это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Стоит отметить, что отсутствие квоты не ограничивает возвращение репатриантов в Казахстан. Они относятся к целевым группам населения и имеют приоритетное право в том числе на медицинские услуги, трудоустройство, получение АСП. Вследствие этого постоянно растёт количество семей, пребывающих и обустраивающихся в стране вне государственных льгот. По стаданным миграционной службы на Алматинскую область, в разрезе областей приходится почти 60% этнических представителей. Очень большое количество этнических казахов мигрируется в Алматинскую область. В основном это из КНР, Китайской народной республики, это составляет более 72%. Например, в 2019 году статус уралмана был присвоен 6737 этническим казахам. Среди них оказался и Кундаулет Аскар. Он вернулся на историческую родину со своей семьёй совсем недавно. Однако за этот короткий срок мужчина уже смог добиться определённых успехов и без какой-либо социальной поддержки от государства. В первую очередь все члены семьи Кундаулета официально получили статус уралмана, так как это даёт им право на упрощённой процедуре получить гражданство. Как вернулся в Казахстан прошло всего 7-8 месяцев. Как приехал сюда, сразу через месяц открыл своё кафе. Скоро уже получим гражданство, документы оформляются. Пока я в статус уралмана. Хочу сказать, что всё хорошо. Пусть я не получил никакой соцпомощи от государства. Я и не просил. А наоборот, я хочу внести свою лепту в процветание моей родины. По утверждению представителей центра занятости, этнические казахи очень трудолюбивые люди. И по возвращению на родину обязательно находят, чем заняться. Тем не менее, на вопрос журналистов, можно ли обойтись без квоты, репатрианты ответили однозначно. Если дали бы квоту, это было бы очень хорошо. Квота – это же большая помощь в тяжёлые времена. Без квота, оказывается, невозможно. В самом начале не знаешь, где жить, на что жить, чем заняться. Несмотря на эти факторы, с начала текущего года в Алматинской области за получением статуса уралмана в уполномоченные органы обратились уже более полутора тысяч человек. В общей сложности с момента приобретения Казахсталом независимости в Алматинскую область вернулись более 60 тысяч семей или почти 200 тысяч этнических казахов. Казахстанцы должны зарегистрировать автотранспорт с иностранными номерами до 1 марта следующего года. Такие машины должны соответствовать правилам технического регламента. А жёлтый цвет временно государственных номеров будет выделять автомобили, везённые из стран ЕАЭС. Выдавать временные госномера будут специальные цоны. По словам сотрудников автоциона, госномера автотранспортным средствам собираются присваивать так называемым 18 регионам, а регистрационные данные прописывать во временных техпаспортах со сроком годности до 1 марта 2021 года. Данный учёт служит для предварительного оформления последующей постоянной регистрации автомобиля. Требуемые документы для постановки на временный учёт, документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право собственности, государственные пошлины и оплата за первичную регистрацию. На сегодняшний день во всех специализированных центрах обслуживания находятся сотрудники управления административной полицией и комитета госдоходов для дачи полной информации населению. К временной регистрации планируется допускать только те автомобили, которые отвечают требованиям технического регламента Таможенного союза. К ним относятся авто, соответствующие к экостандарту Евро-4, оснащённые дневными ходовыми огнями с левым расположением руля, имеющие подушки безопасности. Сбор за первичную регистрацию транспортного средства зависит от года выпуска транспортного средства. То есть год выпуска до двух лет оплачивается 0,25 МРП, от двух до трёх лет – 50 МРП, и от трёх лет сумма за первичную регистрацию составляет 500 МРП. В переводе на денежный эквивалент сбор за первичную регистрацию авто старше трёх лет составляет 1 миллион 325 тысяч тенге. Если машине менее двух лет, сбор будет незначительным – 660 третинги. В том случае, когда в течение года гражданин не выполнил обязательств по регистрации, он вправе сдать жёлтые номера и техпаспорт. Ему возвратят его старые номера и документы на машину, чтобы он смог вывезти транспорт из страны. Но после 1 марта 2021 года по территории Казахстана такие авто ездить не смогут. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, Телеканал ЖТСУ. Духовное наследие. Произведения великого Мукоголи Макатаева прозвучали под музыку. 13-й ежегодный конкурс «Жерлайда» «Жерек» прошёл в Раимбекском районе. Примечательно, что состязание прошло в селе Харасас на малой родине поэта. В мероприятии приняли участие талантливые акины и вокалисты со всей области. Подробности в следующем материале. В ежегодном конкурсе участвовало 40 претендентов из 17 районов и трёх городов области. Акины состязались в двух номинациях – эстрадное и традиционное пение. Участников оценивало компетентное жюри в лице заслуженных деятелей культуры области и республики. В этом году было прописано положение, что должны обязательно исполняться редкие песни, ранее неисполняемые новые песни. И, конечно же, возраст участников в этом году стал намного моложе. И сам уровень конкурса, хотя и он областной, как считает жюри, он очень высокий. В итоге отбор прошли 18 претендентов. Первое место в номинации «Эстрадное пение» удостоился квинтет «Бастау» из Искельдинского района. А лучшими в номинации «Традиционное пение» стали музыканты из Керблакского района. Победители были отмечены благодарственными письмами и денежными призами. «Наш квинтет очень счастлив, что смог поучаствовать в конкурсе «Жирлай-де-Жирек». Для нас это большая честь. Мы долго и упорно готовились. Около месяца ушло на подготовку. Мы исполнили произведение Мукагали Макатаева «Алднан Терезинен-Жирепутем». Все соперники были хорошо подготовлены. Но всё же именно нам выпала честь стать победителями в номинации «Эстрадное пение». Стоит отметить в следующем году общественной страны отметить 90-летие великого писателя. В рамках юбилея Мукагали Макатаева конкурс «Жирлай-де-Жирек» пройдет на республиканском уровне, говорят организаторы. Одна жизнь, одна песня. В это воскресенье исполняется 89 лет со дня рождения великого писателя и поэта Мукагали Макатаева. В рамках его празднования по всей области повсеместно проходят творческие вечера, концерты и конкурсы. Одно из таких мероприятий прошло во Дворце языков. Талантливые ученики со всего города прочитали наизусть стихотворения поэта. Тем самым они проявили дань уважения творчеству Мукагали. Гости мероприятия, заслуженные деятели культуры области, высоко оценили манеру чтения, подачу и харизму выступающих. Мукагали Макатаев легендарная и историческая личность. Он внес огромный вклад в развитие казахской поэзии. Большинство его произведений наложили под музыку. Мы горды тем, что в истории нашего народа был такой человек. В ближайшие дни в области пройдет еще ряд мероприятий, посвященных дню рождения поэта. А уже в 2021 году пройдет юбилей 90-летия. Мы планируем отпраздновать его с размахом. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова